Существуют ли идеальные половинки, идеальные пары на Земле, допустим? Что это сказал? Понятно. Что такое идеал? Идеал – это когда тютелька в тютельку подходит. Нет, такого… Все люди на Земле, как и во Вселенной, все сущности на самом деле разные. Хотя мы имеем одну природу, но мы являемся уникальными личностями, поэтому полностью двух одинаковых личностей не бывает. Нет, две разные половинки тут спрашиваются, как близнецовое пламя, там вот они имеют в виду. Есть ли две души, которые специально пришли на планету, чтобы соединиться? Дело в том, что Медгаскалов говорит, близнецовым пламенем называют совершенно различные виды сущностей и отношений этих сущностей. Бывают, называют близнецовым пламенем духа, который прошел рядом много воплощений. Бывают, называют близнецовым пламенем того, кто долго был ангелом-хранителем или ангелом-наставником, или чьим ангелом-хранителем ты был в его прошлой жизни. То есть очень много различных видов, это та, с кем есть духовная близость. Причем близнецовое пламя в разных воплощениях может быть не одинаковое, оно даже может быть не одно, в разные периоды одного и того же воплощения. То есть в принципе идеальных половинок двух нету, люди друг друга подыскивают по определенным параметрам их развития, правильно я понимаю? Подобное притягивает подобное. Имеется в виду, что которые будут совпадать как ключ в замке, но это аналогия идеального такого совместимости энергии. Она, конечно, может быть, но она не будет сразу. Над ней это и есть истинная любовь, и над ней на самом деле работают оба духа, которые встретились. То есть они вкладывают в отношение свою энергию, они проходят период адаптации друг к другу, и со временем они могут слиться в такое единое существо, уж образно говоря. То есть их там высшее я и их духи не сливаются по-настоящему, как это бывает там с двумя кусками пластилина, например. Это происходит в энергетическом смысле, что у них формируется единый эгрегор двоих. И они потом двое могут выйти из воплощения практически одновременно, или один мог ждать другого в астральном. И они могут потом воплотиться, опять же, на другой планете рядом, но уже в других ролях, например, матери и ребенка и так далее, и пройти этот путь вместе. Но я еще раз говорю, что именно близнецы – это двое, но это не значит, что в реальности будет двое. Их может быть трое, четверо, пятеро. И вот из-за этих вот чувствований близостей к духовной на Земле есть лечение от групповой души, которая воплощается одна во многих. Это вот как раз вот это вот чувствование вот этой вот общности эгрегора, которым...